Высокая мода представляет на подиумах далекие от реальности драматичные образы. Невероятные макияжи и прически, ставя наше представление о том, как это использовать в тупик. Как перенести все это в повседневный гардероб в рамках мастер-класса «Интеграция моды в повседневность» рассказывают стилист-парикмахер Николай Давыдов, стилист гардероба Мария Занько и визажист Наталья Богданова. Все, что появляется в мире моды, это все то, к чему человек уже потенциально готов и где-то это уже было задействовано. Идея ностальгии, насколько она вообще присутствует сейчас везде и как легко продавать вот эти вот чувства, связанные с прошлым. То есть, по сути, это вот тот же самый момент. Но все равно, ведь тот же леопард, он не обязательно в таком же виде, как в прошлые времена. Всегда появляются какие-то интерпретации и новые решения. Ну, например, леопард может быть уже не столь натуральным, сколько уже там ярким в неоновую сторону. Тенденция цвета, она ликует и аплодируемые ей стоя. Она набирает обороты. Это позволяет обыденным красоткам, модницам очень легко совершить макияж в действиях, доступных в домашних условиях. Это немножко облегчает возможность не обратиться к примеру визажисту профессиональному, а понять технику и только лишь следить за тенденцией моды, как в стиле образов цельно, как в окрашивании и стрижках, так же и в макияже. В моде целых три десятилетия, и там довольно много всего. То есть мы взяли для себя самых интересных для нас направления и показали их. Если бы мы говорили обо всем, что сейчас актуально, я боюсь, что нам бы дня не хватило. Поэтому индивидуальность, она и поддерживается этим, потому что взяли такой огромный отрезок времени и сделали его одним большим трендом. Публика в зале подготовленная. Среди слушателей мастер-класса в основном профессионалы в индустрии моды. Когда ты смотришь на людей, которые вот сегодня можно увидеть очень много интересных, красивых, современно одетых, стильных людей. Наши коллеги из других городов отзываются именно так. Говорят, что Челябинск довольно-таки модный город. Цикличность – это как стабильность, потому что можно жить в один период времени, носить одно, потом через некоторое время мы возьмем что-то оттуда и привнесем, но все равно это будет новое. Это будет интерпретирование, но не будет повторяться, потому что если рассмотреть те 80-е, те 90-е, может быть тогда не было еще столько предложений и таких технологий, как сейчас. Поэтому я за цикличность. Мы хоть и дизайнеры, мы любим создавать что-то новое, потому что у нас очень большая конкуренция, и мы обязаны что-то новое создать. Но несмотря на это мы прибегаем тоже к этим, как сказать, возвратам временным. Я читаю журналы, еще в Инстаграме я подписана на разные аккаунты модные и слежу, что там выкладывают, и слежу, что там говорят. Мне теперь понятна тенденция, куда двигаться, на что обращать внимание и где черпать вдохновение. Профессионалы рассказывают о своем опыте, о том, что сегодня модно, о прическах, и о макияже, и об одежде. Все в целом, конечно, это цельный образ, который необходим каждому человеку. Современная мода, хоть и ностальгирует по прошлому, все равно строится на провокациях и вызывает массу противоречий. В ней много самоиронии, размытые гендерные границы, нет четких правил, что актуально, а что нет. К тому же прижилась дисгармония. Все это не так просто понять, а тем более принять. Именно поэтому так важно общаться с профессионалами, чтобы идти в ногу со временем. Продолжение следует...